Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok По статистике общественных организаций, сегодня в России порядка 20% фальсифицированного бензина, или как они его называют, бодяжкой. Если раньше горючие, как в известном фильме, разбавляли ослиной мочой, то сегодня используют специальные присадки, которые в свободной продаже. И купить их можно почти на любой заправке. Надзорные органы тоже об этом говорят, и по нашим исследованиям достаточно много фальсифицированного топлива, бодяжников, находится, например, в Татарстане, в тех регионах, где у нас есть добыча нефти. В интернете можно купить ферроцент, он стоит 100 долларов в килограмм. Этот килограмм добавляется в 2-3 цистерны, ты на этом можешь заработать порядка миллиона рублей. А цистерна объем? Как правило, у них 20-25 тонн. Такие проверки сотрудники Росстандарта проводят регулярно, но в последнее время их стало больше. Ситуация на российском топливном рынке ухудшилась. Последние два месяца мы по поручению президента еще более усилили надзор в этой области, провели масштабные проверки по всей стране. Есть достаточно большое количество нарушений, прежде всего по массовому содержанию серы в бензине, и также есть по ряду заправок претензии в части недолива топлива. Не через обещанные 20 минут, а через час приехал владелец. Немного волнуюсь, он пригласил к себе проверяющих. Прессу попросил остаться. Всем спасибо. Бензинную экспертизу взяли из колонки. На заправке вывеска закрыта. На экране данные последние на этот день покупки. После экспертизы можно будет понять, за топливо какого качества заплатил этот автомобилист. Владелец АЗС, кстати, все это время просил отойти прессу на безопасное расстояние из соображений безопасности. Но сам почему-то ходил с зажигалкой в руке. Это может быть взрывоопасно с аппаратурой около резервуарного парка. Так что я вас могу попросить на 15 метров всех удалиться с аппаратурой? Ну, как минимум. С аппаратурой, с видео можно? Чтобы обезопасить потребителей, необходимо ввести новый документ оборот, считают специалисты. Сегодня сложно отследить, у скольких посредников побывал бензовоз и какую партию топлива нальют в резервуар заправки. Документы на поставку топлива оформляются без указания сведений об этих партиях. Отсюда, значит, сложно установить, где именно, в каком месте и когда, значит, возможно, произошли какие-то манипуляции с этим. Вести эти присадки можно в любом месте, хоть в байпе собственного автомобиля. Поэтому, понимаете, то есть в любом месте это может быть сделано. Соответственно, смешать качественно и некачественно. В качестве своего бензина на нефтеперерабатывающих предприятиях уверены на все 100. Новейшая аппаратура, строгий контроль. С этого завода бензовозы уходят с чистым бензином, утверждает его руководство. А чтобы топливо было качественным и на дорогах страны, говорит, все заправки России, объединяйтесь. Иначе в плюсе окажутся только те, кто химичит с бензином. Берется просто наш продукт и добавляется в него обычный примагонный бензин. Получается, цена, которую они просят на заправках, это будет та же самая цена. А при производстве ее они имеют просто дикую маржу. Если бы была электронная база, как с отпечатками пальцев, скажем так, так и здесь можно было отследить партию продукта. То есть для этого нужно все заправки объединить. А сотрудникам этой заправки придется подождать некоторое время, пока пройдет экспертиза. По ее результатам станет понятно, были ли здесь нарушения. Если были, то какие. Дмитрий Барумович, Евгений Еремин, Андрей Гончаров и Александр Толстов. МИР24. 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 Продолжение следует...